И всем привет, ребята, с вами Руди. Я начинаю прохождение игры, знаменитой игры, под названием Portal 2. Да, это прямое продолжение игры Portal. Я её как дизайне проходил. Да, и также я буду проходить совместную игру. Давайте начнём. Надеюсь, она у меня не будет лагать, потому что может, игра более современная. Да, пошла загрузка. Надеюсь, что во время загрузки у меня записывается всё, что происходит, что я говорю. Доброе утро. Вы находились в консервации 50 дней. Все испытуемые в Центре продолжительной консервации должны регулярно пробуждаться и выполнять упражнения для поддержания физического и умственного здоровья. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, посмотрите на потолок. Хорошо. Хорошо. Вы услышите сигнал. Когда вы услышите сигнал, посмотрите вниз на пол. Хорошо. На этом заканчивается гимнастическая часть упражнений для поддержания физического и умственного здоровья. На стене рядом висит картина. Пожалуйста, встаньте перед ней. В общем, у вас можно входить. Это предмет искусства. Вы услышите сигнал. Когда услышите сигнал, внимательно посмотрите на картину. Теперь вы ощущаете духовное обновление. Если созерцание картины не принесло должного интеллектуального удовлетворения, прослушайте отрывок музыкального произведения. Эй! Хорошо. Теперь, пожалуйста, вернитесь в постель. В общем-то, да. Мы сейчас... Если бы... Да, если вы не знаете, как мы здесь оказались, то прочитайте комикс «Лабораторная крыса». Да, вообще... Кстати, на утирение у меня портал выдает стабильные 60 фбс. У меня тут все остальные игры так не выдавали. А он прям так стабильно, 60. Ну ладно, наверное, потому что он более оптимизирован. А, давайте ложимся спать. Доброе утро. Вы находились в консервации 9-9-9-9. Это сообщение зачитывается с целью уведомить вас, что все испытуемые должны медленно покинуться в развитии. Если испытуемый немедленно не выйдет из строительной консервации... О, мой бог! Ты выглядишь уже... Смотрите, модуль. Модуль персональности. Вот такие... Помните, они в конце включались, в конце первого портала? Где еще был торт? А, хорошо. Хорошо выглядишь. Ты в порядке? У тебя все... Не отвечай. Я уверен, что ты в норме. У тебя куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Пожалуйста, приготовьтесь к экстренной эвакуации. Спокойно, спокойно. Он сказал, приготовьтесь. Просто приготовьтесь. Все в порядке. Хорошо? Все? Не двигайся. Я вытащу нас отсюда. О, может, ты захочешь за что-то держаться? Очень советую на твое усмотрение. Переходите, а камера-то изменилась. Вон, изменилась картина. Изменился. Вот. Ты в порядке? Ты меня слышишь? Эй! Да, ну чё не говорит у нас, поэтому она не может отвечать. Давайте-ка я, наверное, раздеваю немножечко звуки по... Тише, возможно. Ладно, давайте оставим так. Большинство испытуемых через несколько месяцев в консервации демонстрируют признаки помрачения рассудка. Ты находишься тут гораздо дольше. И нельзя исключать, что у тебя может быть незначительное, серьезное повреждение мозга. Незначительное, серьезное. Не стоит тревожиться. Хотя, если возникнет чувство тревоги, не нужно с ним бороться. Это нормальная реакция на сообщение, что у тебя поврежден мозг. Ты понимаешь, что я говорю? Понимаешь смысл? Ответь. Просто скажи да. Да. Так, ты прыгала. Не ясно зачем. Неважно. Скажи яблоко. Яблоко. Хорошо. В общем, мы не говорим, мы просто прыгаем. Знаешь что, уже достаточно близко. Просто держи след. Все средства обеспечения безопасности реактора отключены. Пожалуйста, приготовьтесь к этому реактора. Смотрите. Ладно, не хотел говорить тебе, но придется. У нас тут серьезные неприятности. Как ты там? Держишься? Резервное питание кончилось, и, конечно же, центр консервации больше не будет этих чертовых испытуемых. Подожди, это немного сложно. И, конечно же, мне никто ничего не сказал. Ну, зачем информировать меня о жизненно важных функциях десяти тысяч чертовых испытуемых, за которых я отвечаю? О, уже близко. Тебе видно? Я пролезу? Нет, не проедешь. Места хватит? Ах, ведь надо как-то пройти. Так, надо сосредоточиться. И чья это будет вина, когда руководство спустится сюда и найдет десять тысяч чертовых овощей? Ах, видишь, я ударился, я ударился. Так, слушай, нам надо договориться, понимаешь, чтобы ответы были одинаковые. Если кто-нибудь спросит... Не-не-не, никто не спросит, ты не волнуйся. Но если кто-нибудь спросит, скажи, что последний раз, когда ты проверяла, все были более-менее живы. Хорошо? Не мертвы. Я не говорю. Мы почти на месте. За стеной находятся старые испытательные камеры. И там есть всякое оборудование, которое нам пригодится, если мы хотим отсюда выбраться. Думаю, там док-станция. Готова? Хорошие новости. Это не док-станция. Так что одним неизвестным меньше. Я постараюсь взять управление на себя. Возможно, это слишком технически звучит. Соберись с духом. Мы почти на месте. Помни, что тебе нужна такая пушка, которая делает отверстия. Не пулевые отверстия, а... Ну, ты разберешься. Давай, соберись с духом. Ого. Вот мы и на месте. Буду с тобой честен. Ты не в лучшей форме, чтобы управляться с необходимым устройством. Но, по крайней мере, ты хорошо прыгаешь. Этого не отнять. Поэтому... Прыгай. Буду ждать тебя впереди. Да, я вот такой вот. Вот у вас прикольный, Уитли. Ладно, пора идти. Да... Да и вообще, форму довольно-таки резкое начало. Подожди муточку. Да, да, продолжаем. Портал, довольно-таки резкое начало. И Портал 2. Ну, что ж. Вот мы пробудились спустя очень много времени. У вас мы довольно-таки много проспали. Возможно, несколько десятилетий. Десятилетий. Давайте продолжим приходить. Ингрум. Ингра очень годная. Вперед! Просто пройди через дыру. Удачи! Спасибо. Мы рады снова приветствовать вас в целом развитии. Ребята, это самая тестовая камера из оригинала. Мы извели в прошлый раз, только тут кровати нету. В настоящее время мы испытываем трудности в связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля. Однако, тесты будут продолжаться. Вы будете получать инструкции и моральную поддержку посредством заранее записанных сообщений, чтобы наука продолжала двигаться вперед, даже в случае природных, социальных или экономических катастроф. Испытания в критической ситуации начнутся после открытия портала. Открытие портала 3, 2, 1. Ну всё. Пока всё как в оригинале. Хотя у нас изменилось много стен. Да, теперь у нас повязан на поясе этот... Возможно, сейчас без... ...кофта, но у нас повязан на поясе теперь. Да. И всё разрушено, всё в растениях. То есть, тут уже давно никого не было. Испытание с кубами и кнопками представляет огромную важность для науки даже в условиях чрезвычайной ситуации. Если именно эксперименты с кубами и кнопками привели к чрезвычайной ситуации, не волнуйтесь. Вероятность, что это повторится, ничтожно. Обратите внимание на поле раскалённых частиц на выходе. Поле антиэкспроприации при контакте испепеляет любое неразрешённое оборудование. Да, поле антиэкспроприации тоже изменило. Если оно вот такое вот. Оно напоминает старый дизайнер с первого портала. Также мы изменили слифты. Опять же, непонятно, каким образом... Да, ну, скорее всего, это все модули переделали. Ну, или слифты берутся вот такие вот, капсульные. Так же, мы вдохновим загрузки. Аперчур лабораторис. Если вы чувствуете, что по вашей шее течёт жидкость, немедленно лягте на спину, расслабьтесь и помассируйте виски. Это редкая реакция на поле антиэкспроприации, когда разрываются проходы в ушных раковинах в вашей голове. А Глодос говорил, что... Редкая реакция, это когда... Ой... Разрушаются кор... Разрушаются зубы. Первая камера. Эти вот камеры вроде как работают, но они не двигаются, что-то всё очень старое. Вот здесь нас обучают, как работают порталы. Вот, смотрите, нажимаем сюда, закрывается портал. Нажимаем сюда, закрывается портал. Смотрите, вообще, надо сказать, что... Тут некоторые камеры немного изменены, то есть, фактически, они те же самые по сути, но немножко изменены. Вот, вот, в оригинале эта камера была сложнее, потому что порталы выключились автоматически. Также кнопки садят полосы гораздо чаще теперь. Верно, вот, они сейчас довольно-таки редко. Отлично. В связи с техническими проблемами, в настоящий момент мы не можем контролировать условия проведения испытания. Прежде чем вернуться в камеру консервации по завершении испытаний, пожалуйста, потратите немного времени, чтобы записать результаты экспериментов. Сотрудник лаборатории разбудит вас для интервью, когда общество возродится. Вон, главное, даже где-то птицы есть. Да, вот, видите, ведь это сейчас засорена, вот там, мутурели, кубы и так далее. Так же лагаются стали гораздо меньше, но это ввиду оптимизации. Если в настоящее время земля находится под властью царя зверей, разумного облака или иного руководящего органа, который отказывается или не способен прислушаться голосу рассудка, сэр! Ой, король зверей. Тейковер, не знаю, что такое, тейковер. Да. Прикольно. О, это с камерой за оригиналой. О, вторая камера. Эй, у тебя получилось! Привет. Привет. На той подставке должно быть портальное устройство. Но я его не вижу. Может, оно упало? Не хочешь сходить и посмотреть? Да нет его здесь. О! Эй! Ты видишь портальную пушку? Нет, не вижу. Ты жива? Да, это важно. Надо было сразу спросить. Я... Ты знаешь, что я собираюсь сделать? Я буду действовать из предположения, что ты жива и буду ждать тебя впереди. Подожду, подожду один час, а потом вернусь, и если найду твое мертвое тело, похороню тебя. Правильно? Отлично. Моя команда! Увидимся через час. Надеюсь, если ты... Это рисунки Дага Ратмана. В них описывается вся история первой части портала. Наши дали подставленную пушечку. Смотрите. Хотя этот арт, скорее всего, является пасхалкой. Потому что концепт-арт, как бы... Я, по-моему, вы сейчас возгоняете сбоку, видите. Очень похож вот на это. Это типа ученый создали Глэдос. Она отравила всех нейротоксином. Глэдос давал нам проявить всякие испытания, предлагал нам тортик. Мы уничтожили Глэдос. Однократно, видимо, я забрал портальную пушку. Это типа мы спим. Да. А тут еще есть лунный календарь. Теперь скорость портала гораздо больше. То есть он ставится стал гораздо быстрее, чем в оригинале. Скорость снаряда портала, скажу так. Стал быстрее. Там все заросло, ничего не работает. Кстати, теперь так же с объектами... О, не, смотрите. А с какими объектами еще можно взаимодействовать? Часы стали. Для ряда испытаний необходим длительный контакт со смертоносными боевыми андроидами. Заверяем вас, что все боевые андроиды были обучены чтению и получили один экземпляр законов робототехники для передачи друг другу. Это, кстати, отсылка на старый сюжет. Тогда еще игра называлась не портала, а в стоп. Но вообще, я думал, что под боевыми андроидами имеются в виду турели. Хорошо. Если вы чувствуете, что смертоносный боевой андроид не уважает ваши права, оговоренные в законах робототехники, пожалуйста, отметьте это в специальном формуляре. В будущем сотрудник лаборатории ответственной за компенсацию обязательно рассмотрит вашу жалобу. А мы спускаемся все ниже и ниже. Ниже и ниже в самую веки... Глубь. Интересно, что же мы там найдем. Я, конечно, знаю, что это... Что я там, наверное, вам не буду воспользоваться. Следующее испытание очень опасно. Чтобы помочь вам сохранить хладнокровие перед лицом неизбежной смерти, на счет три вы услышите успокаивающую джазовую музыку. Один, два, три. Эй! Я знаю, что это из планеты такого опасного. Да, опять же, опять же, оно из оригинала. Завезли. Из первого счастья. Правда, лифт убрают. Тут раньше был лифт, сейчас водитель нет. Тут уже переходят в эту камеру. И, кстати, здесь тоже можно загнать себя в ловушку. Потрясающе. Так как данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха с нашей стороны вносят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты. А что там у меня? Именно во вторую часть никогда не получалась в эту ловушку. Давайте попробуем. Я познаю, что это можно сделать, потому что видел видео. Так. Давайте немножко подвинем. Мы просто пытаемся туда закинуть этот куб. Получилось? Не. Хотя, ладно, знаете. Не будем заниматься ерундой. Возможно, если я буду делать видео по пасхалкам и багам, то... Это слишком долгое. У меня все, он рушится. То завал. Ася. Прохода в убежище догоратанная. Тут у нас код Шрёдингера, видимо. А вот код. И наш монитор работает. Думаю, что мы с вами сегодня отойдем до конца этой головы. Она не такая большая. Если Центр Развития подвергается бомбардировке огненными шарами, метеоритами и другими объектами из космоса, избегайте выходить на незащищенные территории, если отсутствие укрытия не является частью испытания. Нет, нет, нет. Раз, видишь, что у нас здесь. Классно. Тут у нас тоже такие задачки. Они такие простые. Поставим куб сюда. Хотя вот такие вот панели появились. Их в оригинале тоже не было. Если... Это... Солен, но где-то, как будто это все взялось. Давайте... Ну как нужно протестировать. Что делает это? Кидывает куб. Куб упадет в воду. А это у нас... Поднимает панель. То есть, я шею, направлюсь к этому с собой. Вставим куб. Он падает. Панель. О, как улетел. Мы его, походу, выкинули за текстуры. Да, вот. Прямо этот куб. Катя. Я, честно, случайно, этот куб за текстуру выкинул. Даже не факт, как это получилось. Превосходно. Центр развития напоминает, что хотя ситуация может казаться безрадостной, вы не одиноки. Личностные конструкции лаборатории продолжат работать и в постапокалиптических условиях. Спасибо. Следующий тест демонстрирует инерцию при проходе через портал. Если законы физики в вашем будущем больше не действуют, да поможет вам Бог. Ну, тоже, в принципе, всё. Испытание не с первой части, но аналогичное. Да, то есть в тенденке прыгаем. Ставим портал. Куб падает. Прыгаем ещё раз. Если вы не являетесь сотрудником лаборатории и случайно обнаружили этот комплекс в развалинах цивилизаций, запомните, испытание это будущее, и оно начинается с вас. Ах, это один из девизов Aperture Science, то, что будущее, начинается с нас. Один из девизов. Опа. Ставь, это что, так не работает? Слушай, а тут же, типа, нету автоприцеливания. Видимо, оно работает только если ты смотришь. Да, сейчас я после не допрыгнул. Всё, прыгаем ещё раз. Кстати, а там бонели довольно-таки свежие, в отличие от этих. Да, блин. Отлично, творец будущего. Однако, если вы старые, недоразвитые или страдаете от увечия или радиации в такой степени, что будущее не должно начинаться с вас, вернитесь в своё примитивное племя и пришлите кого-нибудь более подходящего для тестов. Кстати, в отличие от Портала первого будут идти вниз всё время, а не вверх, как будто бы вот там. Ну, хотя, чисто теоретически, это... Ну, опять же, просто изменения. Ради снабжения энергии основных тестовых протоколов все средства безопасности были отключены. Центр развития уважает ваше право выражать озабоченность в связи с проводимой политикой. Смотрите, это... Забу... этот... Установят ли запуск энергетических шаров, и это устройство для того, чтобы их принимать. Эй! Эй-эй! Я тут! Супер! Ты нашла портальную пушку! Это прекрасная иллюстрация, что люди с повреждениями мозга в конечном итоге настоящие герои, правда? Какая храбрость! Открой портал в стене за мной и переходи на другую сторону. Хорошо. Окей, слушай, дай я тебе кое-что скажу. Это очень важно. Мне говорили, никогда, никогда, никогда не отсоединяться от направляющих рельс. Или я умру. Но у нас нет вариантов. Так что, пожалуйста, приготовься меня поймать на тот случай, если я не умру, когда отсоединюсь. Насчет три. Готово? Раз. Два. Три! Высоко, слишком высоко, правда ведь? Это... Давай прыгай. Знаешь, если насчет три, то ты слишком долго сомневаешься. Давай на раз. Готово? Раз. Лови, лови! Ой! Смотрите. Ау! Ой! Я... Не умер. Я не умер! Ха-ха-ха-ха! Кстати, его невозможно поймать. Даже не можете... Видите, я его поймал головой, и все равно. Вы поймали просто невозможное. Так заскрытованное. Подключи меня к той штуке на стене, хорошо? Я тебе кое-что откажу. Ты будешь потрясена. Из-за чего-то его порты управления. А... Да, я не могу, когда ты смотришь. Не, серьезно, я не шучу. Ну, отвернись на секундочку. Что там такого, интересно, делаешь? Ладно. Хорошо, теперь можешь повернуться. Бам! Тайная панель! Это я открыл, пока ты стоял, отвернувшись. Подними меня и пошли отсюда. И вперед. Посмотри! Теперь нам не надо следовать по рельсу. Ух, как это здорово! Мы можем идти куда захотим. Стоп, а серьезно, куда нам идти? Подожди, да, я сориентируюсь. Эээ... Ну, надо идти вдоль лейса. Ну, а чем... А чем ты тогда с рельса спускался? Давайте, смотрите, его... Невозможно отцепить. Правда, у меня звук пропал, но... Сейчас то, что я выдержу. Но его отцепить невозможно. О, нет. Да, здравствуйте, мы просто проходим. Стараюсь не встречаться взглядом. Нет, спасибо, у нас все прекрасно. Проходим, проходим. Простите. Простите. Я не такая. Хотя в оригинале, это фазло, я не такая, но человек, как я другой. То есть, I'm different. Мы эту турель позже встретим. Так, загрузка. Наверное, сейчас самое время ввести тебя в курс дела. Чтобы выбраться, нужно пройти через ее камеру. А, скорее всего, она нас убьет, если она... Не спит. Если ты хочешь все прекратить, мы можем остаться здесь. Навсегда. Это вариант. Вариант А. Сидеть здесь и ничего не делать. Вариант Б. Войти внутрь. И если она жива, скорее всего, она нас убьет. Итак, если у тебя есть какие-нибудь замечания насчет этого плана, сейчас самое время... Вообще-то так интересно, что... Там, в первой части, их портал Прилют, была комната, где показывали там... Эпочет Сайенс, Блокминез, в общем, была комната для совещаний. Здесь почему-то этого нет. Вообще-то тут очень много таких вещей, которые они собираются с первым порталом. Не знаю, чем это связано. Время их озвучить. А, там, вот этот самый коридор. Здесь были. Комната была созрушенная. Хорошо, открываю карты. Я не хочу этого делать. Я не хочу туда заходить. Не надо, не входи туда. Она выключена. Отставить панику. Она выключена. Мы есть уже были. О, это она. Знала бы ты, какая она была противная. Честно, прямо маньяк. И ты знаешь, кто ее прикончил? Кто с ней расправился в итоге? Ты не поверишь. Человек. Я знаю, я знаю. Я бы тоже не поверил. Похоже, этот человек сбежал, и никто его больше не видел. Потом долгое время вообще ничего не происходило. А теперь вот мы с тобой убегаем. В общих чертах это и есть вся история. Теперь ты в курсе. Ничего не трогай. И вообще, дорогие, тоже надо касаться, что Гладос делает здесь. Она же на поверхности была. Вот, а вот лестница. Вот, само тело Гладос. Все разрушено. Вот у меня кольца. А у Язвы, дорогие, там модули крепились. Как вон ты. В общем, Уитли не знает, что Гладос убили мы. Поэтому он... Ой, 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 так что-нибудь удивляет потом. А, кстати, тут... Кстати, вот это сам место, где мы скидывали модули Гладос. Такой вот бак. Можно внутрь заглянуть. Само скидывали модули, там где-то была комната управления, но сейчас его там нет уже. А лестницы здесь не было. Теперь вниз по лестнице. Прыгай! Хотя, если присмотреться, тут немалое расстояние. Знаешь что? Давай прыгай. У тебя на ногах есть эти рессоры, но на руках рессор нет. Придется надеяться на простую человеческую силу, что ты удержишь устройство и, соответственно, меня. Так что давай. Давай, держи сильнее. Хорошо. Удержала! Ты меня удержала чудесно! Ты держала крепко. Мы в порядке. Это здорово. Хорошо. А, извини, я посмотрел вниз. Не советую этого делать. А, я опять посмотрел. Да, вообще, это был прикольный персонаж, а там у нас пустота. Может, сейчас где-то под камерой Глазос находимся. Это главная пультовая. Вижу. Давай, войдем! Ищи переключатель для спасательной капсулы. Хорошо? Больше ничего не трогай. Так, ничего не трогаем, ни на что не смотрим. Нет, смотри, тебе надо, чтобы найти спасательную капсулу, но как только ты на что-то посмотрела, и там не написано. Спасательная капсула, больше на это не смотришь. Но ничего не трогай. И ни на что не смотри, и вернее смотри, ну ты поняла. Ты ее где-нибудь видишь? Я не вижу. Слушай, подключи меня, и я зажгу свет. Хорошо. Да будет свет. Это бог. Я цитировал бог. Ой, проворачивается. Какой ужас. Но все будет в порядке, по крайней мере, пока не начнет подниматься. Так, спасательная капсула. Капсула. О, поднимается. Окей. Так, не волнуйся, не волнуйся. Я тут. Это его остановит. Нет. Так еще быстрее. О, он заключил. Началось включение питания. Ого. Так, не паникуй. Хорошо? И прости паниковать. Я могу все остановить. А... О, здесь пароль. Я его взломаю, не проблема. Эм... А, 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 а. Нет. Так. А, 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 а. Пойдет. Нет, стоп. Я уже пробовал, бэ. У тебя есть ручка. Заключение питания завершено. Так, так, слушай, новый план в виде себя, естественно, мы ничего плохого не сделали. Привет! А, это ты? Я? Ты её знаешь? Давно не виделись. Как дела? Я была так занята, пока была мертва. Ну, после того, как ты убила меня. Что ты сделала? Капсаная. О, нет, 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 нет. Ладно, слушай. Мы обе наговорили много такого, о чём ты ещё пожалеешь. И сейчас мы должны забыть про наше разногласие. Ради науки. Ты чудовище. Я чудовище? А ты тогда кто? Раз ты так много сделала, чтобы разбудить меня, должно быть, ты очень, очень любишь испытания. Я тоже. Подожди, милочку. Так, подожди, мне нужно было на звонок ходить. Их люблю, но сначала нужно уладить одну мелочь. Принесели? Наман скинуло в пропасть. Да. Мать, и это ещё несколько таких вот уникальных заставок. Я показываю тесты камеры и так далее. Быть ли, идиот? Включил гадас. Хотя, конечно, не спится всё-таки. Доминная печь. Осторожнее. Не споткнись о моей запчасти, которую ты сюда сбрасывала. И которые не до конца сгорели. Где-то тут должно быть двойное портальное устройство. Когда ты найдёшь его, мы начнём тесты, как в старые добрые времена. Моя вина. Турель. Озарвалась. Вот оно. Погоди. Вот. Отлично. Ты обнаружила двойное портальное устройство. Выход в испытательную зону должен быть впереди. Протокол требует, чтобы после начала испытания моё взаимодействие с тобой было сведено к минимуму. К счастью, испытание пока не началось. Это наш последний шанс поговорить. Кстати, а вам это так ещё не напоминает? Давай я подвину это. Ты знаешь, какой самый большой урок, который я извлекла из своих действий. Я обнаружила, что у меня есть скрытая функция быстрого сохранения. В случае критической ошибки, последние две минуты моей жизни сохраняются для анализа. Я могла, вернее, была вынуждена сном. Да, ребят, это та самая, та самая камера. И с первого часа, 19-я. Ты знаешь, сделай ты такое кому-нибудь другому. Они потратили бы всю жизнь, чтобы отомстить тебе. Туда же есть этот... Приниматель. Я буду рада забыть о всём этом и вернуться к работе. В конечном итоге, у нас масса работы и лишь 60 лет, чтобы её сделать. Примерно. У меня нет точных метрик. Самое важное, ты снова здесь. Со мной. И теперь я знаю все твои приёмчики. Поэтому ничто не помешает нам проводить тесты до конца твоих дней. А потом, кто знает, придумаю себе хобби. Может, воскрешение мертвецов? Если не понял, я сейчас объясню. Почему она сказала всего 60 лет? Потому что через 60 лет наша главная героиня умрёт. Хм. Во-вторых, холодный старт. Ну а что ж. А эту главу мы с вами будем проходить в следующей серии. А пока что, всем спасибо за просмотр. С вами был Руди. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok.